Всем привет, ребята, меня зовут Рома, и добро пожаловать на канал Пиражок с Ничем. И извините, что я так долго не выкладывал видео. Сейчас объясню, почему. Во-первых, я заболел, и поэтому, с вашего позволения, я накинул это тёплое одеялко, ну как это пончо, накинул тёплое пончо на себя. Ох, нифига себе, в этом понче похож на жирного жердяя. Ну, хотя я и без этого пончо похож на жирного жердяя. Короче, ребятки, объясняю, почему так долго не было видео. Зачем мне топор? Я не понял. Ставь его себе, ну ладно, заберу, почему бы и нет. Потому что, ребят, за кадром мне один железный топор выпал, вот серьёзно. Этот чувак мне топоры выносит, непонятно зачем, непонятно нафига вообще ты это делаешь. Ладно, окей, ребята, всё-таки, давайте я вам объясню, что произошло. У меня хватало сил только на то, чтобы загрузить ролик на канал Компот. Ни о каком пирожке с Ничем уже и речи не шло, потому что я, ну серьёзно, очень сильно расклеился и приболел. Вот сейчас вы, наверное, слышите, я говорю очень тихо и сиплым голосом, всё потому, что я до сих пор болею, но я не могу держать этот канал, чтобы неделями на нём не выходили ролики. А не было там роликов уже дней 7-8, ребят. Это очень серьёзно, поэтому приходится записать мне ролик. Придётся мне обязательно записать сейчас ролик. И самое обидное, знаете чё, вот это, я пытался записать ролик. И знаете, что с ним произошло? Нифига, он не записался, не, как, он записался, ребята, но чем бы я ни пробовал, короче, его уже не восстановить. Вот серьёзно. Я так разозлился, я так расстроился. Я сидел вот так вот просто. И всё, и ничего не делал. Я такой думаю, я болею, роликов не было, ну, на тот момент роликов не было неделю, и ролик у меня только что полетел. И сейчас я вам это, ребят, докажу. Вот, ребят, смотрите, я только что запустил запись, только что появились тут ещё файлы, потому что, ну, прямо сейчас я веду запись. И вот это, 2019-е, 10-е, 10-е. Записывал я это в 2.56. Давайте это запустим. И нифига, просто не записалось. Да, ребятки, просто не записалось. Вот это, конечно, очень обидно, но ладно. Вот, вы всё видели только что сами. Ролик реально записался, но почему-то не открывается, серьёзно. Я его закидываю в монтажную программу. Монтажная программа его не распознаёт. Я не знаю, что с ним делать. Его реально не восстановить, ребята. Кто знает способы, как его восстановить. Если всё-таки у меня получится, я его обязательно выложу. Ведь он был очень продуктивным. Хоть и немного вкусноватым, признаюсь, он... Цветочек! Ты взял цветочек! Впервые вижу, как голем берёт цветочек. Прикольно. Я знал об этом, но вижу впервые. Ну, так вот, ребята. Вот я, конечно, обосрался немного, да. Посадил себе голос. И просто, вот, всё, что имею. Я больной, у меня не записался ролик. И найдутся люди ещё, которые скажут, что это всё подстанова. Ты взялся из креатива у себя все эти предметы. Ну, спасибо большое. Ребята, в общем-то, я нашёл крепость. Я убил там ифритов. Я потом пошёл на охоту эндерманов убивать. И, ребят, сейчас я объясню, зачем это. Ну, я думаю, все уже понялись. Сегодня мы убьём с вами дракона. Неожиданно, да, вот, к рейду, к рейду деревни. Я подготавливался, там что-то смотрел, изучал. А тут я просто хочу убить дракона, ребята. Хочу убить дракона. И в той самой серии, которая не записалась, я ходил и просто мачил эндерменов ифритов. И вот всё, что я успел добыть за одну серию. Это всё, что я реально успел добыть. Так, давайте, во-первых, блоки выложим. Они у меня остались. Они мне нафиг не нужны. А, у меня ещё и места нет. Ну, что ж, давай... А, нет, вот же сундук, чё я туплю-то. Вот. И давайте, ребята, прямо сейчас... Прямо сейчас переделаем это... Ой, чё я творю? Переделаем это всё. Так, берём немного вот такой вот штучки. Так, это на всякий случай оставим. Теперь берём жемчуг эндера. Берём огненный порошок и... Та-дам! О-ка, эндера готова, ребята! И, кстати, смотрите, смотрите, смотрите. Ребята, в достижениях Майнкрафта мы выполнили почти все достижения. Почти реально все достижения мы с вами выполнили. Осталось только найти крепость и убить дракона. Я думаю, это не составит никакого труда. Но, ребята, я посоветовался с профессионалом в Майнкрафте. И он сказал мне, что лучше всего, если ты мазила и не умеешь стрелять с лука, то лучше всего мне с собой вендор-мир взять снега. И поэтому, ребята, я возьму сейчас лопату и пойду добуду снега. Это нужно для того, чтобы разрушать кристаллы. В принципе, в принципе, я это знал и хотел сделать в предыдущей серии, которая не записалась. И теперь, благо, я это не сделал, потому что есть хотя бы что-то показать в этой серии, ребятки. Да, покажу вам, как я буду добывать снег в этой серии и убивать дракона. Слушайте, очень интересная серия. Казалось бы, конец. Вот если бы я сейчас играл в Майнкрафт 1.7.10, я бы сказал, ну всё, конец как бы. Мы убили дракона, чё, больше нечего снимать в этом Майнкрафте? Но нет, ребята, нет, в этом Майнкрафте есть что снимать. Так, мы идём на Снежную Гору с вами. Снежная Гора у нас... Извините, ребятки. Стоп, а почему пропадают герои деревни, я не понял. Типа, в смысле, он был временный? Серьёзно? У меня же он всегда был бесконечный. Ну ладно, меня это не особо волнует, потому что я не торгуюсь ни с кем, поэтому... Вот, ребята. Ладно, пойдёмте нарубим снега. И сейчас мы возьмём с собой, не знаю, несколько стаков снега и пойдём искать крепость Эндра. Блин, я обычно к таким событиям, ребят, очень долго подготавливаюсь. А тут, как бы, вы сейчас смотрите ролик и думаете, чё, почему он так просто к этому относится? Значит, Крейдом подготавливался, звал друга. А тут просто как за хлебом сходить, взять, убить дракона Эндра и всё, как бы, да? Ну, ребята, поверьте, я подготавливался. Поверьте, я старался, но вот у меня не записалось, у меня дико подгорел пукан, поэтому я просто хочу пойти и убить его. И мне как бы наплевать. Мне наплевать, что он там делать будет. Убью я его, а не убью, я его убью. Как бы эта страна не звучала. Так, я хочу вообще на вершину забраться. Да ёшки-матрёшки. У меня, наверное, не получится вот так вот просто взять и забраться на вершину, да? Я думаю, что, в принципе, мой сет брони, мои инструменты и так далее мне позволят это сделать. Я всё-таки смогу достойно замочить этого дракона Края. А поэтому давайте, ребят, начинать рубить снежочек. Ура! Снег, 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 снег. Люблю снег. Люблю снег, люблю снег. Особенно его люблю убирать. Так, ребят, всё, давайте. Добываем снегом. Добываем снега, 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 снега. Больше нам надо снега. Так, сколько у нас? Ну, слушайте, мне кажется, может уже хватит, реально? Хотя фиг его знает, ребят. Я такой косой, что могу просто в один кристалл расстрелять весь этот снег, который у меня есть. Так, ну давайте ещё вот штучек 10 буквально срубим. И всё. Так, 14, 15, 16. Давайте. Да, всё. Я думаю, ребят, этого мне хватит. И у нас идёт шестая минута этой серии, ребята. И мы прямо сейчас идём уже убивать дракона. Да, то есть вот так вот просто, типа, ну, убить дракона, да и бог с ним. Грохну его на раз-два. Только для начала, ребят, я должен собраться. Я должен взять с собой необходимые ресурсы для убийства дракона. Мне это обязательно нужно. Потому что, например, кровать я хочу взять. Я хочу взять кровать, потому что вдруг, если меня кокнет дракон, чтобы я потом не возрождался в какой-нибудь заднице мира. Чтобы я возрождался там, где уснул. Или спаумпоинт лучше прописать. Да, давайте лучше спаумпоинт пропишу, в принципе, и всё, ребятки. Так, пару последних штришков, ребята. Минуточку, минуточку ставим. Тыкву. Так, тыкву и ножницами. Да, да, ножницами. Отлично. И можем её сломать. Я пойду с тыквой в эндер мир. Кто не знает, сейчас... Ну, хотя вы все, наверное, знаете, но всё равно объясню, ребят. Это для того, чтобы не агрелись у нас эндермены. И всё было чики-бомбони. Всё, ребят, я ложусь спать и отправляюсь на поиск крепости. Да, вот такой вот больной ночной... Прошу за меня. Кстати, у нас такая, ребят, с вами уютная атмосферка. Я надеюсь, что вы тоже сейчас лежите под одеялком, греетесь, пьёте чай. Как и я, в принципе, в паузах, вот, попиваю чаёчек. Лежите под одеялом, в такой темноте. Смотрите мой ролик. Хочется, а может, вам завтра никуда и не надо, и вам повезло. И что ж, ребят, начинаем от нашей деревни. Погнали. О, туда, 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 туда. Ребята, идём... Чё, сломалось, что ли? Эй, у меня не так их много. Не надо ломаться, пожалуйста. Блин, я не хочу, чтобы они ломались. Ладно, хорошо, побежали. Нам нужно бежать в ту сторону. Я думаю, что мы сейчас с вами перебежим речку и кинем ещё раз. Я сразу говорю, я не знаю, как искать крепость. Так, не понял, почему мне так сильно лагает. Десять чанков, да всё вроде нормально. Тогда мы, может, поставим вот эту вот побольше. Чё тут ставить? Ну, не знаю, давайте вот так оставим. Типа, пофиг. Ладно, побежали дальше. И надеюсь, что мы сегодня, ребят, найдём всё правильно и нормально. Потому что, серьёзно говорю, я старичок Майнкрафта. И я умею искать только по-старому эту крепость. То есть, просто бежать, кидать, бросать. Надеюсь, что тактика не поменялась. И всё нужно так же делать. Извиняюсь за кашу, ребята. Извиняюсь. Так. Чё? Где? А, всё, всё. Я думал, оно вернулось назад. Я типа, а чё они ломаются все, ребята? Почему они мне назад не выпадают? Чё за бред? Эй, у меня их не так много. Мне, наверное, не хватит даже, чтобы вот эту вот штучку обнести. Знаете? Ну, я думаю, вы меня, ребят, прекрасно понимаете. Так-то так. Всё, ладно. Побежали. Побежали дальше. Побежали, побежали, побежали. Пробегаем вот это вот озеро. Кстати, красивый берёзовый лес. Он мне реально очень нравится. Прикольно выглядит. Но это не самое главное. Самое главное сегодня грохнуть этого дракона. Который живёт там. Живёт, живёт, живёт. Мы не дадим ему спокойно жить. Мы его грохнем, ребятки. Так ведь, так ведь. Всё, побежали сюда. Давайте перебежим эту речку. И кинем ещё раз, ребятки. Посмотрим, что же будет. Так, кидаем. Я кинул. И он летит дальше. И, пожалуйста, выпадет. Да! Он выпал. Слава богу, он выпал. Потому что... Я, наверное, вообще без них останусь, ребят. И у меня их вообще не будет. Так, бежим дальше. Я, в принципе, наверное, не буду выключать паузу. Если что, там потом обрежу. Потому что я хочу, чтобы вы видели весь процесс. Я хочу, чтобы вы всё это видели. И не считали меня каким-то мерзким чистером. Который просто берёт и читерит, и читерит, и читерит. Я хочу, чтобы вы всё это видели вживую. Кому неинтересно, в принципе, могут промотать. Но! Но это же неуютно. Это же не круто. Раз уж вы зашли на это видео, давайте вместе. И скучать, и веселиться, и убивать дракона. И всё делать, в принципе, ребят, вместе. Потому что мы сейчас вместе. Значит, мы будем делать всё вместе. Логично? Логично. Так, кидаем. И куда? Где он, ребят? Погодите. Я чё-то этого не понял. Не понял. Где? Чё? Это здесь? Или... Стоп. Или мне кажется. Минуточку. Ребят. Видимо... Видимо, я тут. Видимо, я там, где надо. Так ведь, да? Ну-ка, ещё раз кидаем. Ребят. Я, видимо, тут. Всё. Копаем сюда. Я лопат не взял. Ну, дебил, конечно. Ну, ладно, ребят. Это не важно. Мы, кажется, нашли. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Так, погодите. Погодите. Меня обманули, ребятки. Так, окей. Выбираемся отсюда. Так, окей. Если я лошар и я ошибся, давайте попробуем пробежаться до... Ух ты, тут мои эндерперлы валяются. Нифига себе. Так, окей. Давайте попробуем пробежаться дальше. Я, видимо, просто слепошарый их не замечал. Так, окей. Давайте пробежимся вот, допустим, отсюда их кинем. И где они? Я их вообще... Стоп. Может, я... А, не, всё. Они дальше лезят. Всё, окей. Окей, ребят, значит, я слепой. Значит, я слепой. Давайте я просто побегу дальше и просто буду искать дальше. Ребятки, это какой-то ужас. Чтобы я, больной человек, ещё раз так делал, я думал, это будет куда проще. Короче, ребята. Смотрите, такая ситуация. Я ходил, искал, искал, искал. Я пробежал столько километров, и у меня закончилось всё. Просто всё закончилось. Потом я возвращался в деревню. Я ждал ночь. Я убивал эндерменов. Я потом скрафтил себе опять эти грёбаные око эндера. И пришёл сюда. И не дай бог мне не хватит. И, ребята, я всё-таки нашёл. Благо, мне хватило. Я сделал 20 штук, и мне хватило. И смотрите, когда мы подходим сюда, они просто... Вот, как видите, я их стреляю. Так, ладно, окей. Всё, всё. Больше не буду, ребят, стрелять. Нафиг оно надо. Серьёзно. Я вам клянусь, ребят, пожалуйста, поставьте за это лайк. Я не знаю, что вам сказать. Просто это какой-то... Извините, ребята. Я всё-таки болею. Это какой-то ужас. И если тут не будет крепости, я сожгу весь этот Майнкрафт. От нуля до самого конца. Я его сожгу, я его унич... Да! Я нашёл, ребята. У меня радости столько, будто я убил этого эндердракона, но не... Сколько книжных полочек. Это ж я могу свою зачаровалку прокачать. Господи! Это офигенно, ребята. Блин, правда, у меня... Слушайте, окей, давайте я потом соберу на обратном пути. Ну да, лучше потом собрать на обратном пути. Офигеть. Опа, сундук. Чё тут? Книги. Ну ладно, это мы потом всё заберём. Кстати, мы выполнили с вами ачивку. Это очередное достижение, ребят, которое мы выполнили. Нам тут осталось всего два достижения выполнить, и мы их обязательно выполним. Так, окей, погнали теперь искать саму крепость. Если у меня с этим трудности... Точнее, сам портал. Если у меня с этим возникнут трудности, то я не знаю. Я просто уйду, не знаю, яблоками торговать на вокзале. Короче, я что-нибудь абсурдное, ребята, буду делать. Вот. И мне кажется, я... О, смотрите, тут ещё сундук. Слушайте, прикольно. Ох, алмазик. Ребят, как раз два алмаза. Я знаю, на что мы их потратим. Короче, тут есть очень прикольное достижение. Это используйте алмазную мотыгу. Короче, нужно скрафтить алмазную мотыгу, потом её сломать и переосмыслить свою жизнь. По-моему, это прикольно. Именно этим я и займусь. Именно этим, ребята, я и займусь. Но потом. Но потом, ведь сейчас я пойду убивать самого настоящего дракона. И мне никто не помешает. Так, ребята, давайте-ка освещать тут всё подряд, чтобы мы знали, где мы были, а где мы не были. Так, ну тут мы точно были теперь, ребята. Точно мы тут с вами были. Тут тоже. Погнали сюда. Тут у нас что-то... Там обычная тюрьма. Там нифига нету. Давайте тут факела расставлять. Дальше тут. Тут, кстати, мне факела ещё понадобится для того, чтобы забрать яйцо у эндер-дракона. Ведь так, ребята, ведь так. Поэтому нужно хотя бы немного сохранить. Хотя бы немножечко сохранить. Так, эту дверь тоже помечу. Что я тут был? Чёртов скелет, ты меня напугал. Слушай, как ты меня напугал, дебил? Так, давайте тут тоже всё светим. Чтобы не нороком на кого-нибудь не норваться. Всё, погнали дальше. Я так понимаю, нам нужно вниз вообще, да? Окей. Тут я тоже был. Тут я не был, видимо. И тут я тоже не был. О, при... А, нет, стоп. Я ж тут был. Окей, стоп. А где сама крепость? Я чё... Ой, этот... Портал. Я чё-то не понимаю. Меня сегодня чё, сам Майнкрафт троллят? Это чё за бред такой? Я не понимаю здесь, а? Ну-ка, объясняйтесь давайте создателям Майнкрафта. Это что ещё такое? Ладно, пойду искать портал. Ребят, вот хочу вам сейчас честно признаться. Я не смог найти этот портал. Серьёзно. И я включил спектатор режим. Надеюсь, вы на меня не обижаетесь. Потому что, ну реально, это, во-первых, не креатив, это спектатор. Всего же спектатор. Я даже не могу себе ничего выдать из креатива. Ребята, посмотрите на это. Посмотрите, я заспамнился вот тут. Вот тут, то есть я нашёл как бы. И посмотрите, к порталу нет никакого подхода. Тут у нас, смотрите, что у нас тут? Тут стена. Окей, вы скажете, так, Рома, вот же, смотри, вот тут вот дверь, которая ведёт к этому порталу. Нет, ребята, тут стена. То есть, смотрите, портал был просто закопан. Серьёзно, я бы его в жизни не нашёл. К нему нет ни одного подхода. Смотрите, даже если мы посмотрим вот тут, вот этот единственный вход, а к нему никак не пробраться. Вот, то есть тут стены и всё. Я бы, ребята, его в жизни не нашёл. Серьёзно, поэтому мне пришлось включить спектатор, чтобы посмотреть, где он находится. Потому что, смотрите, это нереально, это баг. Это, то есть, не моя вина, как видите, ни одного, ни малейшего проходика к этому порталу нет. То есть он весь полностью закопан. Вот, только вот если вот сюда, ну смотрите, опять-таки нет прохода. Я вот заспаннился в этой комнате, вот она вся. Вот, нет-нет никаких проходов, ни выходов, ребята. Поэтому я считаю, это ошибка самого Майнкрафта. Вот, поэтому я могу зайти сюда и спокойно врубить себе гейм-моди Сурвивал, ребятки. Всё, отлично. У меня есть Сурвивал, теперь давайте ломаем этот спаунер, получаем опыт. Смотрите, как тут всё забаговалось. Я не понял, тут типа две крепости заспав... Опа, а тут что такое? Тут типа две крепости заспавнилось? Или чё? Или как вообще? Ну-ка, давайте поднимите... Так, ребятки. Тихо, тихо, я не хочу умереть от глупого скелета. Я пришёл сюда эндер-дракона убивать, алё. Так, окей, тут у нас железка и яблочки. Яблочки я, в принципе, возьму, потому что любая еда мне не помешает, ребятки. Ой, там была лестница, а я её чё-то не заметил. Ладно, окей, хорошо. Ребята, мы пришли сюда. Мы пришли сюда. Погнали. Три. 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 Три, ребятки! Всё, мы это сделали! Ну как, ещё рано это, конечно, говорить, но, ребята, прямо сейчас я ем. Во-первых, я хочу поставить тут спаун-поинт. Давайте поставим тут спаун-поинт. Спаун-поинт. Отлично. Точка возрождения у меня установлена. И теперь, когда я гопнусь, я возражусь тут-то. А теперь погнали, ребята. Погнали, мы сюда. О, окей. Ой, нет. Ой, нет. Я даже... Я блоков с собой забыл взять. Ребят, я дебил. Вот, знаете, это постоянно. Вот, знаете, когда из дома выходишь, а потом такой... Ой, я ж забыл это, я ж забыл то. И начинается, ребятки. И поехало просто. Короче, ребята, вот такой вот я. Вот так... Ну что ж уже поделаешь? Что ж со мной поделаешь, ребятки? Вот такой. Кстати, ребят, я заметил, что длинные ролики вы не особо любите. Хотя все просят меня снимать длинные ролики. Вот этот ролик получается довольно длинным и будет довольно длинным. Но почему-то многие из вас их не смотрят. То есть среднее удержание на этом ролике, например, я выпускаю ролик 20 минут, на нём удержание 9 минут. То есть вы представьте, сколько люди не досматривают до конца. Поэтому, ребят, давайте. Если на этом ролике будет шикарное удержание, то я просто отсниму такую... Чё? Чё? В смысле? А почему броня не детектится? Это типа... А, всё, задетектилось. Странно. Типа, видимо, баг какой-то был. Чё? В чё? В чё вы меня только что стрельнул? Я чё-то вот это вот, ребят, не понял немного. Погодите-ка. Давайте, ребят, снежки в вооружении и те... А, нет, мне кажется, нужно будет подниматься. Окей. Я, видимо, лох и я ещё не взял с собой блоки, ребят, поэтому мне нужно сейчас будет ломать все кристаллы, которые тут находятся. Абсолютно все эти чёртовы кристаллы мне нужно будет ломать. Что ж, ребята, давайте прямо сейчас накопаем вот немного у нас тут эндерняк и будем подниматься к каждому кристаллу и будем их там наверху ломать. В принципе, отстреливать все этих кристаллов. Я надеюсь, что... Да хватит на меня стрелять, дебил, блин. Мне это неприятно. Гаркаешь тут у меня, блин, тоже у меня гопник нашёлся. Так, давайте вот ещё землю используем. Короче, используем все блоки, которые у нас есть. И, ребята, давайте... БАМ! Разнёс. Просто уничтож... И теперь, видимо, он меня уничтожит. Сейчас, видимо, ребята, он меня уничтожит прямо сейчас. Чёрт! А чё он такой мощный? А чё он такой... Чё? Чё? Не понял. Не понял. Это чё так... Портал? Что тут делать? Я же ещё не убил, дорогой. Ну, ладно, пофиг. Что ж, ребят, теперь нам нужно... Смотрите. Итак, показываю, почему я косой. Вот, ребят. Ну, вы видите, в принципе, да? Почему я косой. И... Ну-ка. Да ё-моё. Пошёл. Просто пошёл. Короче, ребят, давайте я сломаю все эти кристаллы и вернусь. Всё, ребята! Я это сделал! Я это сделал! Пожалуй... Чё? А чё он завис, типа, или чё? Тихо. Тихо. Давайте замочим. Стоп, а почему он не мочится? О! Всё! Мочится! Ну, кажется, я сейчас сам замочусь, ребята. Я сдох столько раз! Я... Я столько раз сдыхал! Так, почему... Стоп, почему я не могу к нему нормально? Так, давайте лесенку вот такую человеческую сделаем. Так, я не понял. Давай-ка... Давай-ка ты этого... Там, помирай немножечко, дружище. Давай-ка... Слушай, тебя вот чё, так можно убить, что ли? Короче, ребята, смотрите, как я... Сейчас я его убью и... Или он меня убьёт. Да, видимо, он меня убьёт. Окей, ребят, ещё раз телепортировать сюда. Короче. Смотрите, как я... Я строился практически к каждому столбу. Я не мог попасть. Я косой. Я потратил всё практически, ребята. Практически всё. У меня остался последний стак снежинок. И я понял, что мне, косому человеку, это всё нужно делать вручную. И я копал тут эндерняк. Я строился к этому эндерняку. Кстати, почему багает алмазная броня? Я, ребят, что-то этого не понял. Всё. Теперь вроде не багает больше. Я строился практически к каждому столбу. И ломал там всё. Вон, посмотрите. То есть я там реально подстроился, всё сломал. Сейчас я покажу. Вот к самим высоким. Я строился, потому что по ним попасть не мог вообще полностью. Вот, ребят, видите? Я строился там, там. Вон там ещё строился. Короче, ребята, это была дикая жесть. И вот меня интересует такой вопрос. А дракон восстанавливается или не восстанавливается? Слушайте, ну я очень хочу его загасить. И я жду, когда он прилетит сюда. Потому что, я так понимаю, он тут не зависает. Он, я так понимаю, тут типа... Типа чалится, отдыхает. Или что-то типа этого. Вот так, ребята. Он, кажется, меня сейчас харкнёт. Вот тварь харкнула у меня всё-таки. Ну, козлина, давай, получай. Получай, говорит, чем мышь, вонючая. А, ты чё меня как подкидываешь? Эй, слишком жёстко, дружище. Не надо так со мной поступать. Йоу-йоу-йоу. Всё хорошо, братан. Братан, всё нормально. Так, ребят, слушайте. Я планирую тут построить какую-то лесенку к нему. Потому что, ну, так действительно удобнее его мочить. Когда он в следующий раз придёт сюда? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По мне не попал. Дурак. Дурак. По мне не попал своим ядовитым газом. Так, ну давай, выходи. А-а-а, нет-нет-нет. По мне не попадёшь. По мне не попадёшь. По мне не попадёшь. Я жду, когда он всё-таки сюда прилетит. Потому что я хочу его загасить отсюда. Но, в принципе, не просто я хочу. Просто по-другому я не смогу, ребята. Вот такие вот дела. Ну, чё ты там? Где он там летает? Давайте, ребят, подождём его. Опа-опа-опа-па. Опа-опа-опачки-опачки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мышь летуча. Тихо-тихо. Тихо-тихо. А чё он не бьётся, ребята? Опа-опа-опа. Всё, нормально. Поехал. Улетел. И опять улетел. Ну что ты будешь? Чё ты какой неугомонный дракон? Сколько тебя можно ещё тут мочить? Скажи, пожалуйста. Давай уже, подлетай сюда. Надо было, ребят, реально лук брать. Хотя, смысл. Я всё равно с него никогда в жизни не попаду. Так, наш друг опять летит сюда. Наш друг опять летит сюда. И давайте ему просто по морде. По морде, по морде, ребята. По морде. Просто по морде. Э-э-э! Кто меня? Это Эндермен меня лупит? А ты не оборзел ли, дружище? А если я вот так вот сделаю? Чё? Чё ты мне сделаешь? А, видимо, уже ничего, да? Ха, лох. А, видимо, не лох. Окей, меня лупил всё это время Эндермен. И он мне помешал убить Эндердракона. Поэтому пошёл-ка ты в сраку. Я лучше буду ходить в этой тыкве, чем дружить с тобой. Давай, блин, Эндердракон. Мне осталось практически 50 хп. И убить его не составляет уже никакого труда, ребята. То есть, убить его можно быстро, просто. И опа! Наш дружочек прилетает на базу. А это значит, что прямо сейчас, прямо здесь мы его будем мочить, ребята. Прямо сейчас или он нас. Ха, или как бы он нас. Окей. Ребятки, это невозможно. Я уже устал его бить. А, пожалуйста, ну умри ты в этот раз. Умри. Чёртов Эндердракон. Да, ребята, я убил его. Я убил. Чё, освободите Энд? Откуда такая ачивка? Я убил Эндердракона, ребята. Я убил Эндердракона. И фактически, с этой секунды, начиная с этой секунды, Майнкрафт закончился. И наш летсплей тоже. Но! Майнкрафт-то закончился, а вот наш летсплей нет. Ребят, наш летсплей ещё будет продолжаться. И пишите в комментариях, что мне делать теперь. Эндердракона-то я убил? Окей. А чё делать дальше? Яичко, боже мой, яичко. Где ты, яичко? Ух ты, яичко. Яичко. Давай-ка я тебя соберу, сладенько. Яичко. Так, давайте. Ставим факел. И... Ба-бам! Яичко есть. Чё? Откуда такие ачивки берут? Я не понял. Новая вкладка Эн... А, я её видел, ребят. Да, я когда убивал дракона, я её увидел. Я её увидел, типа, не понял сначала, чё за фигня. А теперь понял, ребята. Окей. У нас... Чё, возродить Эндер... Эндердракона можно возродить? Так, сколько я спал в Майнкрафте? Стоп, а это чё? Соберите дыхание дракона в пузырёк. Ребят, а чё это значит? Соберите дыхание Эндердракона в пузырёк. Это типа то, что он выплёвывает в пузырёк собрать? Это как? Так, слушайте, напишите мне всё в комментариях, но у меня есть яйцо Эндердракона. Боже мой, оно такое красивое. Приду жителям, расскажу. Обзавидуется. Погнали, ребята. Прямо сейчас мы целиком посмотрим. Шучу, конечно. Мы не будем целиком смотреть титры, я просто хочу тут увидеть своё имя. Давайте для начала, ребятки, увидим тут своё имя. Я хочу это чёрт возьми сделать. Так, Майнкрафт Джава Эдишн. Вот по сути-то реально мы прошли Майнкрафт. Если бы это была версия 1.7.10, 1.12.2, то реально можно было закончить. Ведь в Майнкрафте больше нечего делать, но в 1.14.4 версия, на которой... О да, компот написано, как вкусненько, сладенько. Но вообще в Майнкрафте нечетырнадцать можно сделать ещё дофига всего. Я сделал всего. Вот я убил дракона, я сделал где-то 10% от всего Майнкрафта. Серьёзно, тут можно найти подводные крепости. Да тут ещё полным-полно всего можно много чего сделать. Поэтому, ребят, давайте пропускаем. Спавнимся тут и идём, ребят, в деревню. Я дома, ребята. Как приятно находиться дома. Я вернулся в свою деревню после тяжёлого убийства дракона. После тяжёлого... У него 71, чёртовый левел. Я забыл книжные полки собрать. Короче, ребята. В следующей серии что мы сделаем? Во-первых, я хочу, чтобы яйцо эндер-дракона красовалось у нас на главной улице. А именно где-нибудь вот туда. Где-нибудь на прилавочке. И пусть это будет здесь. Пусть оно постоит, ребят, пока здесь. А в следующей серии пишите в комментариях, что мы лучше сделаем, ребята. Мы, наверное, с вами... Знаете, что сделаем? Точно. Мы, наверное, с вами... Долбанный скелет. Его надо грохнуть. Мы, наверное, с вами прокачаем нашу зачаровальню. Продолжим строить дом. И сделаем какой-нибудь суперский тотем для этого яйца. А если останется время... Не, время, конечно, не останется, поэтому в следующей серии мы вызовем визоры и грохнем его, ребята. А ещё также обязательно, ребята, к выполнению вот этой ачивки. Я хочу выполнить тут всё. Как видите, мы тут с вами выполнили всё. Осталась только одна ачивка, и мы её обязательно, ребят, с вами выполним. А потом мы выполним тут всё. Мы выполним все с вами ачивки. Ну, конечно, кроме самых сложных. Хотя я очень хочу выполнить все, но не представляю это даже всем возможным, ребята. Но надеюсь, что у меня получится. Так, у меня кончилась еда, мне нужно новую еду делать. И также, ребята, у меня 71 уровень. Боже мой, как же это дофига. Хух, ребят, спасибо большое за просмотр. Это очередная самая долгая серия на этом канале. Потому что, по-моему, была серия на 30 минут. Не, на 30 минут не было, поэтому... Это самая длинная серия. Она на 20... С чем? 25... Ну, сейчас будет 27 уже, наверное. Ну, короче, окей. 27 минут. 26-27 минут серия вышла где-то... Ой, житель, что это ты так сзади пристроился? А ну-ка, пошёл вон. Ребята, спасибо большое за просмотр этой серии. Сегодняшняя серия, она значила очень много для нас. Надеюсь, что я выстреллю скоро. И, наконец-то, вы не услышите этого дебильного голоса. Говорение в нос. Вот эти вот отёки у меня на лице. Опухшая рожа такая. Потому что всё опухло. Ухо, горло, нос. И я еле живу. Также надеюсь, что всё будет хорошо. И эта запись записала. Если эта запись не записалась, если ты, Рома, который монтирует это видео, не видишь это видео, то это очень плохо, ребят. Я просто не знаю. Я... Не знаю. Я выпью чая без сахара. Как вам такое, ребят? Я сделаю это с собой. Не заставляйте меня это сделать. Я выпью чаю без сахара. Всем оставаться на своих местах. Короче, ребят, спасибо большое за просмотр. На часах 6 утра я пойду спать. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. С вами был я, Рома.